Приветствую всех на канале Скорпион ТВ. Сегодня в обзоре будет несколько очень дорогих полушек 1730-31 годов императрицы Анны Иоанновны. Это разновидность Большая Розетка, Куцый Орел или Орел Баскакова, ну и конечно же будет гвоздь программы, это разновидность Медуза. Для определения этих разновидностей вам не потребуется измерительных приборов, только внимательность и память. Ну а кто плохо запоминает, рекомендую сохранить себе это видео в избранных. У меня на канале уже есть видео по этому типу монеты, это причуды перечекана, так называемая полукошка. Ссылочку на ролик я оставлю в описании под видео. Для атрибуции монет я буду использовать сводный каталог CFN, центральный форум нумизматов. Ссылку на ресурс я оставлю также в описании. Начну с большой розетки по CFN, это номер 5. Аверс здесь стандартный. Реверс не шаблонный, есть особого рисунка. Обратите внимание на вот этот данный медальон. Он несколько выпуклый, такой имеет характерную форму эллипса. В боковых ветвях по 7 листочков. Данная речь идет вот о этих элементах. Ну и конечно же розетка особого рисунка. В народе ее называют большая. Для сравнения могу вам приложить еще монету 30-го года, чтобы вы обратили внимание, насколько данная розетка больше, чем допустим аналогичные монеты с 1730 года, но со стандартным реверсом. Данная монета встречается редко, и стоимость ее на сегодняшний день стартует от 18 долларов. Следующая монета это номер 6 по CFN, Орел Баскакова. Ну или так называемый Куций. Реверс здесь стандартный, а вот Аверс здесь особого рисунка. Обратите внимание на изображение Орла. Орел с языками, с остями в крыльях. По 7 перьев, каждый в крыле. В народе его называют Куций. Крест державы маленький. Монета встречается намного реже, но на сегодняшний день по различным проходам стоимость ее также стартует от 18 долларов. Ну и конечно же изюминка данного обзора это разновидность Медуза. Это монеты уже 1731 года. По CFN это номер 20. Здесь две монеты этой разновидности. Аверс. Орел образца 1730 года. Крест державы простой. А вот реверс не шаблонный. Розетка пятилет песковой особой формы. Боковые ветви. По 10 листочков. И вот, конечно же, обратите внимание на изображение розетки. Достаточно широкая, пятилепестковая и имеет несколько таких внутренних полосок. Как напоминает очень розу. Так вот, данную разновидность этой розетки называют Медуза. Это очень дорогая монета. И встречается крайне редко. На сегодняшний день стоимость этой монеты стартует от 200 долларов. Ну и опять-таки, если кому-то очень сильно повезет. Также обращаю ваше внимание еще на один дополнительный элемент в данной монете. Дело в том, что, как я уже говорил, 30-е и 31-е года, это абсолютно стопроцентно перечеканы. Поэтому они крайне редко встречаются в отличном состоянии. Ну, допустим, вы обратите внимание, вот монета 1730 года. И в каком состоянии или как выглядит орел на данной монете. То есть, достаточно в превосходном состоянии монета. И для того, чтобы встретить монеты в таком состоянии, это уже успех. И если уже попались такие монеты 1730-31 годов, обязательно оставляйте у себя. Потому что в любом случае они будут стоить дороже, чем обычная стандартная цена на эти монеты. Так вот, если вы обратите внимание на вот этот, скажем так, на вот этот наляп, или как-то еще его можно назвать. Но это, в общем-то, скажем, элемент появился в результате раскола штемпеля. Так вот, если же посмотреть по тенденции на второй монете, этот раскол пошел дальше. И пролив, как вы видите, металла доходит аж до второй строки номинала, полушка. Здесь он только имеет вот только такое начертание, а здесь уже конкретный раскол. Это дополнительный элемент, который также характеризует такую разновидность. Ну и, конечно же, хотелось бы понять, а сколько вообще счастливых обладателей этих редких разновидностей монет? Напишите в комментариях, у кого есть хотя бы по одному экземпляру данных разновидностей. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Всего доброго. До свидания.